В отношении 8 управляющих компаний возбуждены уголовные дела, поскольку имеется достаточно большая задолженность перед энергоснабжающими организациями. В совокупности на сегодняшний день она составляет более 650 миллионов рублей. Цифра, сами понимаете, колоссальная и внушительная. Когда будет погашена задолженность в полном объеме, мне сейчас очень трудно сказать, но я могу ответственно вам заявить о том, что работа находится на контроле как на уровне федеральных органов, так и органов местного самоуправления по данному вопросу. Еженедельное совещание, я уже сказал, в рамках межведовственной рабочей группы проходит в мэрии. Отдельно создана еще рабочая группа по данному направлению. Акты реагирования вносятся со стороны прокуратуры, то есть этот вопрос не оставлен без внимания. Ему уделяется очень пристальное внимание, еще раз повторюсь, и задействованы очень большие силы для того, чтобы эту ситуацию нормализовать. Как скоро она встанет на тот уровень, который мы хотели видеть, мне сейчас достаточно сложно сказать, но она не останется без внимания. Кроме того, знаю, что даже в рамках тех уголовных дел, которые возбуждены в отношении управляющих компаний, руководители управляющих данной компанией с руководителем энергоснабжающих организаций составляют графики погрешения задолженности. Эта работа проводится, даже несмотря на то, что возбуждены уголовные дела, платежи осуществляются. Ну а с какой периодичностью удовлетворяет ли это соблюдение графиков, вам нужно лучше спросить у самих руководителей данных энергоснабжающих организаций. Если подходить к этому вопросу со стороны оплаты за потребленные коммунальные услуги или за предоставленные услуги другого рода характера, то платежи доходят до энергоснабжающих организаций, независимо от выбора способа оплаты населением. Я считаю, что в этом направлении нет вопросов. Если граждане считают все-таки оплачивать, скажем так, по старинке в управляющей компании, сделать это запретить, мы им тоже не можем. Это право граждан, пусть они определяются сами.